Учредительные документы, в том числе Российского футбольного союза и Российской футбольной лиги дореволюционной, это по-настоящему уникальный материал, вот это то, чем вы действительно гордитесь. Нет в России игры популярнее футбола. В него играют буквально в каждом дворе. Он неотъемлемая часть нашей культуры вот уже больше ста лет. О том, как зарождалась эта игра, этапы ее развития, отечественные успехи и достижения, рассказывает выставка, открывшаяся в стенах Дома Российского исторического общества. За более вековую историю футбола в отечественных архивах отложилось довольно большой объем исторических документов, которые вместе представляют из себя целую летопись развития этой замечательной игры в нашей стране. Редкие документы, форма сборной разных лет, награды, фотографии и даже небольшая часть огромной картотеки, вековой летописи футбольных побед, которая хранится в фондах Государственного архива Российской Федерации. Жемчужиной коллекции по истории российского и мирового футбола являются две уникальные коллекции. Константин Сергеевич Есенин, известного статистика, Николай Иванович Травкин. Более 60 тысяч карточек. В этом ящике полгода российского футбола 1913 года. После осмотра экспозиции собравшиеся провели короткую товарищескую встречу на импровизированном футбольном поле. Несколько точных передач и вот мяч после удара прославленного советского футболиста Никиты Симоняна и стремительного добивания Сергея Нарышкина оказывается в сетке ворот. Разговор об истории футбола собравшиеся продолжили уже за круглым столом, пожелав успехов российской команде на стартующем 11 июня чемпионате Европы. Уже известно, что 7 матчей Евро-2020 будут проходить в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-Арена». К слову, именно в Петербурге в 1893 году был сыгран самый первый в России футбольный матч. Это событие, случившееся на Семеновском ипподроме, подробно тогда обсуждала пресса. Перенесенный на год из-за пандемии чемпионат Европы в этот раз пройдет сразу в 11 городах. Один из них – Санкт-Петербург, который примет 6 матчей группового этапа, включая встречи России с Бельгией и Финляндией, а также один из четверть финалов. Хочется, естественно, пожелать ребятам удачи и тренерскому штабу терпения, избежать травм, сохранив максимально возможно боевой состав. И мы все вместе будем переживать за наших ребят. «Мы провели потрясающий чемпионат мира 2018 года. Это подтверждает весь мир. Наши недруги политические, любые говорят о том, что футбольный чемпионат мира был проведен в России лучше в 2018 году. Я уверен, что в чемпионате Европы те матчи, которые доверили России, будут также проведены на высоком уровне». Легендарный футболист, первый вице-президент Российского футбольного союза Никита Симонян высоко оценил работу тренерского штаба сборной России перед стартом Евро-2020 и выразил надежду на наше удачное выступление. «Я, в общем-то, свидетельство того, как работал адвокат, как работал Хидин, как работал Слуцкий и как Фабио Капелло, и могу с полной уверенностью сказать, что сегодняшний штаб во главе с РТС работает, считаю, намного лучше, нежели вот все эти три штаба, которые Капелло, с утра и до вечера анализирует, ну и за счет каких качеств мы можем сыграть успешно». В далеком 1912-м был учрежден Всероссийский футбольный союз. Тогда под его эгидой провели первый национальный чемпионат. В 1924-м сборная СССР впервые одержала верх над зарубежным соперником Турцией. С тех пор в отечественном футболе было много побед и достижений. Очередных сейчас ждут от нашей команды на Евро. Ждут миллионы болельщиков. Ждут и желают успехов. «У нас перед глазами много примеров, на которые мы будем равняться». «Играем за вас, за всех, за каждого». «Мы максимум сделаем от себя возможное, чтобы выступить удачно». Служба информации фонда «История Отечества». Служба информации фонда «История от шумца». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова «История Отечества».